Участники популярного у молодежи Волгограда проекта «Лидер 2020. Я. Будущее региона», входящие в число слушателей школы политики и права, защищали ими же разработанные и подготовленные законопроекты на самые разные темы. В качестве жюри выступали руководители и члены молодежного парламента Волгоградской области, общественных организаций, профильных юридических и коммерческих структур, специалисты Волгоградского института бизнеса. Всего на суд строгой конкурсной комиссии ребята представили 11 вариантов законопроектов. Ребята представляют абсолютно разные законопроекты. Это как проекты федеральных законов, так и проектов регионального уровня региона. Соответственно, очень много законопроектов, связанных со здоровым образом жизни. Это ограничения алкоголя, табака, предупредительные надписи на сладких газированных напитках. Но есть достаточно интересные законопроекты с своей индивидуальностью. Одна из участниц Асмы Кварданяна разработала, предположим, федеральный кондиционный закон о президенте Российской Федерации. Есть, соответственно, закон, связанный с электроэнергетикой, поскольку это достаточно важная сейчас система жилищно-коммунального хозяйства. Есть законы, связанные с поддержанием аграриев Волгоградской области. И, соответственно, ряд законов, направленных на усиление уголовной ответственности за ряд преступлений. Любой законопроект – это колоссальные усилия, это колоссальная работа предварительная, потому что нужно не просто придумать какую-то идею, которую мы в качестве законопроекта представим, нужно полностью ее проработать, чтобы эта идея была реальна. Не секрет, что сама идея таких слушаний, разработанных ребятами законопроектов, имеет перспективы и возможности быть востребованными. Проекты, которые действительно покажутся нам наиболее жизнеспособными, наиболее актуальными для общества, да, и, в принципе, для региона, или, может быть, в целом для федерации, будут рассмотрены на заседаниях Молодежного парламента Волгоградской области. И проекты, требующие федеральной поддержки, будут отправлены на рассмотрение в Государственную Думу через инструмент Молодежного парламента при Государственной Думе и в дальнейшем после экономического обоснования, подготовки законопроектов, как таковых обличения их в юридическую форму, будут поданы на рассмотрение либо Волгоградской области, либо Государственной Думы. «Лидер-2020» сам по себе очень интересный проект. Он направлен на привлечение именно молодой аудитории к политической деятельности, обучение с самого возраста, когда людям еще что-то интересно, закладываются основы, закладываются как раз основные знания, которые они в дальнейшем смогут применять. Темы, отраженные ребятами в законопроектах, самые разные. Соответственно, у людей, которые все это оценивают, складывается свое впечатление о данном проекте. Один из проектов, который был, наверное, первый, он пока у меня вызвал такой наиболее, наверное, важный интерес. Он очень похож на проект, то, что сейчас реализуется в сфере табачного производства. Он очень похож. Он касательно газировок. Я думаю, что действительно эта степень важности на сегодняшний день имеет большое значение. И поэтому я надеюсь, что этот законопроект будет услышан. Я даже в какой-то мере уверен, что, наверное, подобные инициативы уже неоднократно выносились, наше законодательство. Поэтому я думаю, что они найдут свое применение. Разрешите представить законопроект, затрагивающий одну из наиболее серьезных проблем в области здоровья современного общества. Это проблема сахарного диабета, ожирению подростков и детей. Закон об установлении предупредительных надписей сладких газированных напитков. На сегодняшний день мировая статистика выглядит не очень оптимистично. Как вы можете видеть, 20% всех людей на планете страдают ожирением. 50% людей имеют лишний вес. И только лишь 30% имеют нормальное соотношение веса и роста. Ответственные родители могут объяснить ребенку, что пить сладкую газировку вредно. Но, к сожалению, если ребенок, гуляя с друзьями, он зачастую купит модный распиаренный напиток, нежели что-то полезное. Таким образом, сладкие газированные напитки вытесняют с нашего рынка такие напитки, как квас, соки и минеральную воду. Потребители не имеют представления о количестве сахара, содержащейся в газированной напитке. Когда они употребляют эти напитки, они, как правило, не задумываются о калориях. А между тем, одна бутылка газированной напитки содержит от 7 до 10 ложек сахара. Вы вздумывайтесь, только 10 ложек сахара. Потребление таких напитков зачастую приводит к гормональным сбоям и возникновению диабета. Одна из добавок безанатнатория, используемая в сладкой газировке, является активным консервантом. Он не уничтожает части ДНК, но деактивирует их. Это может приводить к циррозу печени и болезни Паркинсона. Специалисты оценивают уровень подготовки участников слушаний достаточно высоко. Ребята очень интересные, образованные. У них высокая правовая грамотность. Их выступления завораживают. Я участвовала в деловой игре на тему политические партии, как создать политические партии. Было очень интересно. Все с энтузиазмом рассказывают, слушают, задают вопросы. И очень довольна. И все понравилось. Каждый из выходящих на защиту своих проектов говорил о своих работах со знанием темы. Так, как говорят родители о своих любимых детях. Все предложения имели глубокий смысл. В законопроектах нашли свое отражение злободневные проблемы современности. Мой проект звучит следующим образом. Это внесение дополнительных изменений в отдельные акты законодательной власти, касающиеся области регулирования продажи, розничной продажи лакогольной продукции. В частности, об ограничении розничной продажи. Главный вывод заключается в том, что такого рода инициативы со стороны молодежи получают реальный отклик на уровне официальных государственных законотворческих структур. А это значит, что деятельность молодых людей в этом направлении очень важна и востребована в современном обществе. Ряд законопроектов наших участников уже получил предварительную оценку членов молодежного парламента. И они выступают у нас в качестве членов жюри. И как раз с перспективой того, что, возможно, они заинтересуются этими законопроектами для того, чтобы их уже привлечь как законопроекты для передачи в областную думу или в государственную думу. Продолжение следует...